Добрый день, уважаемые коллеги! Я пытаюсь выставить свое выступление так, чтобы в связи с предыдущими сессиями, потому что ряд моментов уже был оговорен в первой половине дня. Сначала у меня будет небольшая модная часть, а потом я займусь теми персонажами, которые заявлены в заголовке моего выступления. В конце 19-го, начале 20-го века у карбузов Тиньшани поедаются первые собственные просветки. К ним можно отнести небольшое количество грамотных и прогрессивно настроенных интеллектуалов. Их поведение связано с последствиями присоединения карбузов к Российской империи. Среди прочих последствий заметно увеличивается контакта карбузов с российскими тюрками мусульманами. В первую очередь, речь о татарах и башкерах. То есть, родственные тюркские народы, контакт с которыми стало больше. Появляются первые регулярные школы со советскими дисциплинами для местного мусульманского населения. Речь идет о русско-туземных школах, татарских и узбекских на магнитодных школах. В основном школы были сосредоточены в крупных населенных пунктах, это Пешкер, Таркмак и Карапу. Но отмечу, что были и сельские новом методные школы. До революции 2017 года на территории республики было 107 школ европейского типа, с 216 учреждами и 7000 учеников. Среди учеников было 574 крызы, которые в основном были детьми из семей родовой знати и богатых. То есть, образование имело определенные сословные границы. То есть, бедняков среди учеников вообще не было. Дело в том, что учение было платным, и часто при поступлении требовалось, кроме формальной оплаты, еще не формальной оплаты. То есть, в качестве помена можно назвать случай Косома Финестана. Когда он поступал в школу, его отец заплатил за него 6 рублей. Это большая сумма, это около годового дохода его отца. То есть, сумму по тем временам до бедной семьи не повернула. Но семья была богатая, и ради сына такая сумма была выселена. Появление названных школ привело к тому, что большинство первых крыльевских просветителей, учителей и общественных активистов первой половины двадцатого века были родом с северных районов республики. То есть, если мы посмотрим на самых известных, они происходили родом. Это Чуйская долина, Секульская, Нарынская, Каталская. Это привязано к тому, что там раньше появился школа. Могу привести еще такой пример. До сих пор в Академии много выходцев с Секульской. Просто там раньше всех появились в школах, потом появились специальные учебные заведения. Это дало преимущество выходца из этого региона с демокно-учинок. То есть, эта инфраструктура дала результат. Отсутствие, еще назовут целый ряд особенностей, с которыми существовали украизм. Это отсутствие собственных укорененных культурных и интеллектуальных центров. То есть, тех центров, вокруг которых могло произойти объединение тех же просветителей и интеллектуалов, чтобы создать собственное движение. Следующая особенность – это специфика географии Тиньша, которая привела к тому, что северные картызы развивали контакты с казахами и побольше. То есть, они были развернуты на север. А южные картызы развивали контакты с крупными городами Фирганской долины. Еще к особенностям относится наличие турецкого влияния на родовую знать картызов. Это проявлялось через практику совершения хаджа паломниками через Стамбул, наличие общин и домов для приема северноазиатских паломников в городах Смазской империи. Здесь можно такой пример привести. Шадан Жантай совершил хадж и мекку через Стамбул. То есть, была такая практика, которая появлялась по постоянным контактам с Смазской империей. Следующая особенность – это с конца 19 века в северной части республики появляются собственные революционеры. То есть, это в основном большевики и эсэры. У царского правительства была такая практика. Они считали, что можно ссылать не только на северо-восток Российской империи, но и ссылать на крайний юг. В том же Караполе были отдельные сценные революционеры. Но потом от этой практики царские власти отказались. Потому что похватились с тем, что эти революционеры пользуются большой свободой, работают с местными рабочими, с местными чиновниками, интеллигенцией, местные сведения начинают их слушать. Эту практику потом изменили. Хотя вот в конце 19 века эта практика была. Они привезли с собой литературу, и после этой практики появился первый местный социал-демократ. Следующая особенность – это отсутствие украинских произведителей серьезного политического влияния на свой народ из-за господства родовых и феодальных отношений. Они не были самостоятельно организованной силой. То есть просветители были включены в ту социальную структуру, которая существовала для них. То есть занять отдельное положение они не смогли до революционного 17 года. То есть в отличие от жердидов, которые были все-таки более самостоятельными, украинских просветителей этого не было. Они были включены в ту структуру, которая была. То есть у них не было этого большого пространства для самостоятельной деятельности. Следующая особенность украинцев было незначительное количество грамотных. И в основном это были представители имущих слоев и мусульманского духовенства. То есть с кем могли разговаривать – просветители. А вот с теми, кто управляет обществом. То есть больше и больше им не с кем было дискутировать, и трудно было опираться на простой народ, который просто был неграмотный. То есть небольшое количество грамотных было проблемой. Если про это там, в начале 1920-х годов, когда появляется происходит с антиретарийное измеживание, украинцев было примерно 20 тысяч людей, которые были грамотными. То есть закончили там начальную школу, и были те, кто, небольшое количество, закончили среднее учебное заведение. И были единицы те, кто имел высшее образование. То есть вот этот культурный слой был небольшим. То есть в отличие от Сирии его, поэтому движение посетителей не было в таком разе. Следующая особенность была – это активное использование в школном обучении татарского и успехского языка. То есть вот язык обучения отличался от разговорного языка. То есть мальчики поступали в школу, им приходилось учить язык, и это привело к тому, что потом многие кыргызские писатели и поэты начинали свое творчество не на кыргызском языке, не на казахском или узбекском. То есть это вытекало из школного обучения. То есть вот язык улицы, язык обучения отличается. И еще момент, который нужно отметить. Образование было доступно для людей из богатых и обеспеченных сил. То есть вот это количество людей, которые под самым могли прийти в школу, было небольшим. То есть это не было там более желание у государства, это было связано там со сплатным обучением и бедностью сил. Теперь то, что касается просветителей, о которых я буду говорить. Я специально был троих разных людей, которые заметно отвечают, чтобы показать, какие варианты деятельности были возможны. Есть вещи, которые их объединяют, есть вещи, которые заметно их разделяют. На поэтах того Сатулганов, он был выходцем из бедной семьи и считается основателем движения эконом-демократов. Вы сегодня вспоминали о кынах, о кынах-заманистах. Так-такул относится к другому течению, среди кыргызских кынах, о кын-демократах. О кын-демократах в основном это выходцы из простого народа, которые немного иначе смотрели на свое общество и на те изменения, как у него происходило. О кынах-заманистах не отличаются. У так-такула нет мотива Тарзамана, Хырзамана. То есть это не его сюжет, это не его идеология. То есть от того же халыгула, который приезжал к родовой знати, к роду Армамутбия, между ними была дистанция максимально возможная внутри родового общества. То есть они были дистанцированы. То есть их показывать надо через различные помещения были. И Шеновы Арабаев и Касим-Тамыстанов, они были выходцами из богатой семьи. И оба были связаны с движением Аллаш. Это можно объяснить, оба происходили с северной части республики, которая была развернута на север в своих контактах. Поэтому они были связаны с движением Аллаш. Тактогурс и Калканов с этим движением как-нибудь связаны. Это понятно. Богородом был стейклой современной Джалбас области. То есть Токтогурсский район, то есть местность Кикмин-Тюбе. Он оттуда Богородом, это другой регион. И в своем прочем он отличался по своим сюжетам, по своим идеалам, розумкам, то, что он предлагал. Он отличался. И это было вызвано не лично отличным, а некоторым фактором, которые были в ней буквально. То есть, когда мы смотрим на разные образы, видите, они отличаются от всего тех факторов, которые их формировали. То есть даже до Риболюбца, они заметно между собой отличаются. То, что касается их до революционной деятельности, до 2017 года. Тактогурс и Калканов яркий акын, который оказался включен в политический процесс. Дело в том, что в конце 19 века он выступил с одним ярким литературным произведением, которое называлось «Пять кабанов», в котором высмеял и поделять жесткой критики пять братьев-родобратьев, которые управляли родной местностью. Это так называемая семья Раскоубековых, то есть пять родных братьев. Он выступил советской критикой против них. Они эту критику и запомнили. И когда произошло днижанское восстание, поступил донос на акын-тактогул, что он якобы участвовал в этом восстании. Были найдены свидетели, которые подтвердили, что якобы он участвовал в восстании, хотя потом выяснилось, что это люди, которые были связаны с этими монапами. И акын-тактогул был отправлен на Сибирскую катер. Он получил срок семь лет. И за эти семь лет он сильно изменился. То есть он оказался среди политических заключенных, революционеров, политических сынов, то есть не среди уголовников, а среди политических заключенных. Это повлияло на его кругозурки и последующее творчество. Он бежал с каторги, вернулся на малую родину. Здесь его власти арестовали, но местное население за него стало заступаться, стали писать петиции, то есть начало 20-го века. И власти отпустили его в агнистерию. И вот с этого момента он начал свою общественную деятельность. Кстати, критику родоправителю он продолжил. То есть прошел семь лет, но он помнил, кто был виновником его бед, и критику родоправителю продолжил. То есть вот его возвращение после каторги – это целый период, который потом, главный период, советский период, он был достаточно един по своей тематике. Как Таргул в своих произведениях еще до 2017 года начинает говорить о том, что баэрмонавское правдение должно закончиться. Он начинает рассказывать о том, что есть те, кто борется с существующими порядками, и призывает к сотрудничеству с русским народом. То есть в отличие от агнин-заманистов он занимал другую позицию. Теперь то, что касается Ишинолы Арабаева. С 1910 по 1912 год он учился в Уфе, в Медресе, Галия. Затем вернулся на малую родину и начал преподавать на Иссыкле. То есть он перемещался из-за его воин, обучал на грамоте, чтению. В 1911 году в Казани он издал одну из первых книг на кыргызском языке. Это поэма кыргызского «Акрына и мыслития» Малу Кылыча «Кысал зерзяна» то есть «Юнтесинь». Эта книга была издана с предисловием Ишинолы Арабаева. Тогда же в 1911 году в Уфе Ишинолы Арабаев в савторстве с казахским просветителем Байтур Сунов опубликовал букварь для обучения казахских кыргызских и течений. В 1911 году в Оренбурге Арабаев издает «Основу правописания». Это учебное пособие позже было переработано Ишинолой Арабаевым и издано в 1925 году. И считается вот таким классическим букварем. Хотя первое издание, чем было в доле улицах. То есть Ишинолы Арабаев продолжал свой дел здесь и после октября с Кыргызом. А то, что касается Касыма Тинестанова. В отличие от Тартагула и Ишинолы Арабаева, он принадлежал к следующему поколению посветителей, то есть тех, кто родился там в начале 20 века. То есть когда первые посветители ему уже были. Поэтому Тинестанов уже опирался на некоторых руках. С 1909 по 1912 год он обучался в мусульманской школе. В 1913-1914 годах он обучается в узбекской начальной школе в селе Сазановка на Иссыконе. Затем в 1914-1916 годах он обучался в русско-туземной школе в городе Карам. Ну то, что он обучался в Иссыконе, связано с тем, что он в Больской. Он родом был с северного дерева озера Сазановка. То есть он обучался в разных местах. А потом поехал учиться в узбеку земную школу в ближайший крупный город. То есть вот такая образовательная миграция. Тинестанов не пришел съехать уже там в Казань или в Уфу или там в Крупный Ферганский город, чтобы получить образование. До 1917 года деятельность местных просветителей сводилась к обучению в Баравате. Создание начальной школы в сельской местности. Вот здесь надо отметить, просветители заметили ту особенность, что государство в основном открывало учебные заведения в крупных свинных пунктах. Как было проще, так было удобнее. То есть есть, бывает, там крупные школы. Татарские, узбекские, австокузины. Они открывались в крупных населенных пунктах. То есть это города, крупные поселки. А каркайские просветители начали работать в сельском местности. Тут же Арабаев начал пытаться обучать сельских детей, создавать вот начать школы именно в сельском местности, где проживала большая часть каркайских. То есть каркайские просветители были развернуты на простую народу. То есть они понимали, что у горожан и у элиты есть возможность выхода на образование, а у сельского населения этого не было. То есть народ живет. Занимаясь пропагандой ценности, грамотности и знаний. Изданием учебных, литературных и исторических произведений на родном и других языках. Расширяем контакты с посвятителями в других регионах империи. Здесь можно назвать Джадиды и Ферганея. Казахские просветители. Контакты с татарами и башкирами. Занимаясь подачей петиции в органы власти. Участвовали в общественной политической жизни мусульманской России и Туркестана. Здесь, может быть, в 1906 году в городе Вернам состоялся первый съезд мусульман Семенической области. Там были два представителя от северной части современной республики. То есть просветители включаются в общественную, а потом и в политическую деятельность. Приведу пример обращения власти. Это так называемая петиция Шабдана Джандайя. В учебной литературе она называется чаще так, петиция Шабдана Джандайя. А на самом деле это было обращение к председателю комитета министров, графу Витте, от имени казахского и кыргызского населения Семенической области. Петиция была подана в 1905 году. Всего за 1905-1906 года в центральных органах власти под население Туркестанского края было подано более 500 петиций. То есть просветитель нашли такой инструмент взаимодействия с властью. То есть подача обращений либо напрямую, либо через известных родоправителей. Петиция Шабдана Джандайя, на самом деле она была подготовлена другими людьми. Пришли к Шабдану Батыру, попросили защитить интересы, выступить представителя. И он подал свою имени и петицию, хотя она была подготовлена группой других людей. То, что касается создания школ. Оно происходило либо при финансовых платежах местных родоправителей. Здесь есть два примера. Это новометодная школа Медрессы Шабдана Джантаева, которая была открыта в Тимине в 1909 году. Шабдан Джантаев, к ним пришли представители, сказали, что надо обучать народ. И Шабдан Джантаев дал деньги на открытие школы и на зарплату учителя. То есть это его частная инициатива. Шабдан Джантаев согласовался с властями и школа была открыта. То есть в школе было два учителя и несколько сотен учеников. Такиминское место имело большую значение, потому что это было единственной школой. Другой пример это новометодная школа Кыргызского родоправителя Тюра Сарамбаева. Эта школа интересна тем, что эта школа работала по методу Гаспрыцкого. То есть Тюра Сарамбаев поддерживал контакты с джанитами, с казарскими просветителями. И он открыл школу, ориентируясь на лучшие просветки. И школа существовала на частной клипе. Второй способ это школа открывает защиту УМСВ. В период между 2005 и 2017 годами в семи речи действовали джанитские группы. В разных источниках они называются ГАП или МАШАП. Они проводили неофициальное собрание. То, что они существовали, известно по официальным документам, по документам Министерства Минтерида. Оно отслеживало различную общественную активность. И засекло внезапно народное собрание. Потом стал им выяснять, полицейский выяснил, что это неофициально собрание джанитов. Ну, полиция в сексе, в случае, собирала информацию, появились в провинционном движении, и выяснил, что это просветители. То есть, полиция, когда разобралась, на них не очень обращали внимания, полиция не видела в них там большую проблему. А в круге деки просветителей включало в себя обеспечение доступа к начальному школьному образованию. Обеспечению большей экономической и политической правды мусульман Туркистана. Что туда входило? Это организация мусульманских собраний, муфтият. То есть, в той же петиции Шабдана Жантаева было упрошение о том, чтобы мусульмане могли сами организовать себе структуру, куда будет ходить духовенство. Эти структуры не будут зависеть от государства. Открытие медвеста и школ на родном языке. Гарантия прав собственности на землю. И введение в состав законодательных органов разного уровня представителей местных мусульманцев. Все это было отражено на петиции Шабдана Жантаева и идеологии движения Аллаш, в котором участвовали и в котором сочувствовали кыргызские просветители. Теперь тоже касается периода революции и гражданской войны. Чем важен этот период? Я бы его назвал окном возможностей для кыргызских просветителей. То есть, в 2018 года они не были самостоятельными политическими игроками. К моменту революции первого поколения кыргызских просветителей находился в активном возрасте. То есть, в истории Ширилла и Рогаев, Тагул Саталганов. То есть, они уже взрослые, самостоятельные люди. Касантин Исанов еще был там подростком. То есть, ему 16-17 лет. А вот старшее поколение уже было активнее. Кыргызские просветители поддержали большевиков в период гражданской войны и советской материализации в силу совпадения многих советских лозунгов с их собственными взглядами. То, что касается примеров. Тагул Саталганов в первом соединении кыргызских аргенов поддерживает большевиков. И своими произведениями призывает строить новую жизнь. Он первым в кыргызской манитературе создал образ слепы. То есть, это начинается еще в период гражданской войны. И там все 20-е годы в этой советской линии у Тагул Саталганова просвериваются. С Ишинелой Арабаевым ситуация была сложнее. Кыргызские просветители были связаны с целыми рядами связей до революционных. И это их заставляло лавировать. То есть, какие-то связи их тянули. В 2018 году Ишинелой Арабаев был одним из организаторов Кишпельского отделения Башдялаши. После февральской революции появляется официально Башдялаши. И там кыргызские просветители оказываются Башдялаши. В 2018 году он возглавляет Кишпельское отделение Башдялаши. Но потом он уходит Башдялаши. Башдяки начинают давление на партию Алаши. Партия Алаши прекращает свою деятельность. И просветители переходят в другие партии. В 2018-2022 годах Ишинелой Арабаев был членом джетей русского ревкома. С 1922 года Ишинелой Арабаев заместитель председателя Семенческого союза Хошичи. То есть, по сути, союз бедняков, который ориентировался на Башдяку. А позже Ишинелой Арабаев работал в советских учреждениях и был членом коммунистической партии. Потом членом коммунистической партии он был в 1925 году, потом его причистки исключили и обратно вступили в лесу. То есть, в годы Гражданской войны большевики его взяли. Гражданская война закончилась, большевики его выдали. Многие испокорители в 1910-х годах, то есть, в период арабаевации Гражданской войны, в ходе Гражданской войны были и не оказались в состоянии Советской власти. Пример касается того. В 1920 году он поступил на подготовительное отделение Казахского института просвещения в Ташкенте. Закончил его в 1924 году и начал печататься в казахских газетах и журналах. С тех пор он постоянно контактировал с казахскими просветителями и литераторами. Он был первым среди кыргызских литераторов, кто перевел на кыргызский язык в партийный гимн «Интернационал». Вместе с друзьями он выпустил первый номер газеты на кыргызском языке. Самое интересное, что газета вышла в Ташкенте, то есть там, где учились кыргызско-казахские молодежи, вот там они и начались уйдеть, поэтому первая кыргызскоязычная газета вышла в Ташкенте. То есть это контакты с кырганской данными. Тенстана Филея с автором ряда первых учебников кыргызского языка. То есть книга о чтении 1924 года. Написана она, адаптированная для кыргызского языка арабской графики. Буква для взрослых 1926 года. Наш язык 1927 года. Учебник «Наш родной язык» 1928 года. Написана уже на латинской графике. То есть Тенстана Филея продолжала работать над учебниками. После смены графической основы языка стал создавать родители. В 1920-х годах Ишинеларбаев в Касм-Тенстанах участвовал в работе литературного бушката ЛАП, который объединял ряд живших на секунду литераторов и просветителей. То есть даже после прихода советской власти кыргызские просветители все равно продолжали эту неофициальную работу и неофициальную деятельность. Кстати, этот кружок потом будет запрещен. Его члены в 30-х годах пострадали за то, что участвовали в этой неофициальной работе. Хотя то, чем они занимались, это была литературная и просветительская работа. То, что Касм-Тенстану и его с Ишинеларбаевым связывало то, что они были членами партии Алаши. То есть Ишинеларбаев официально входил, а Касм-Тенстан скорее всего входил в партию Алаши, то, что поддержка советского власти кыргызскими просветителями была связана с тем, что коммунисты наглагали понятный проект будущего. Советский проект включал в себя и традиционные ценности, коллективизм, социальную справедливость и модернизацию. И создание национальных форм государственности в рамках фидеативного государства. То есть если мы посмотрим на всех кыргызских просветителей, то никто из них в годы гражданской войны, даже когда ситуация колебалась, не выступал с критикой советского проекта. То есть у Ишинеларбаева нет, у Касм-Тенстанова нет, у Доктагула нет, у всех крупных. То есть они советские проекты не критиковали, в принципе у них устраивают. То, что касается советской модернизации 20-30-х годов, те же самые участвовали в советской модернизации 20-30-х годов. Ишинеларбаев и Токтагула Сатурганов занимаются развитием кыргызской письменной литературы. Тоже касается токтагула Сатурганова, но сам он не записывал произведение. Потом, когда он уже был пожилой и после его смерти, его ученики записали его произведение. Часть его произведений сохранилась благодаря ученикам. Часть его мелодии была записана, когда началось исследование кыргызской музыки. То есть материальное произведение было записано Сатургановичем. Касатурганов внес большой вклад в развитие кыргызской письменной литературы, кыргызского языка, перехода на латиницу и развития системы образования. То, что касается судьбы кыргызских просветителей 30-х годов, вот здесь судьба у него была разная. Токтагул Сатурганов умер в 1935 году, он умер своей смертью, коммунистом он не обогнал. Государственных постов не занимал, то есть государственным, там не было таких близких отношений, он умер своей смертью и вот под репрессию никогда не попадал. То, что касается и Шинала-Рабаева, и Касама-Танистана, у нас ситуация была сложена. То, что касается и Шинала-Рабаева, он попал в политическое приседание, потому что много лет он принадлежал к политическому клану Адекирима Садыкова, то есть с которым он был связан там давней дружбой, был включен в Украину. И поэтому, когда начали в 30-х годах раскручивать дело социал-куранской партии, туда затянули и Шинала-Рабаева, потому что он был связан с Адекиримом Садыковым, с Адекиримом Садыковым. Были еще причины, это участие в подготовке письма 30-ти, то есть это такое оппозиционное выступление 1925 года, и в 30-х годах те, кто участвовал в этом выступлении, попали под преследователь. И еще момент из Шинала-Рабаева. Была еще причина, потому что он попал под репрессией, он был молотовым. То есть он не имеет реликозное образование, был молотовым, то есть одевался соответственным традициям, при этом занимал там советские должности, некоторые были в партии, но при этом он не отказывался от своей идентичности, и в 30-х годах это ударил по ним. То есть власти видели в нем человека, который заметно отличался, не адаптировался. Косом Танестанов попал под преследование из-за своих там ранних стихов, которые связаны с пропагандой движения Аллаши. Но это движение было очень спорным, то есть большинство не увидели угрозу. Из-за членства в этой партии и активного участия в политической борьбе в 1920-х годах. Дело в том, что в конце 20-х годов Косом Танестанов был первым наркомом просвещенной республике, то есть с 1927 по 1930-х годах. То есть он участвовал в политических процессах, и в конце 30-х годов это было использовано. То есть в целом, заканчиваясь новое выступление, если были вопросы, представьтесь на них ответить.